Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, микрофон Олег Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о Вечном». Сегодня я приглашаю в свою суку, в свой шалаш, дорогого гостя и героя нашего народа, Иосифа Меделевича, который сидит в своем шалаше в Иерусалиме. Хорошего вам праздника! Я вам должен сказать, что когда-то я приехал, это был 1981 год, я оказался в центре абсорбции. И там были несколько русскоязычных ребят. Один из них говорит, что со времен Иосифа Праведника, который сидел в тюрьме в египетском рабстве, у нас сегодня праведник, о котором мы должны молиться, человек, который страдает в советской тюрьме, в ГУЛАГе, и это Иосиф Меделевич. В 1981 году, где вы были? Я был в Уральских горах, в Перми, в Пермской области, Чусовской район. Сегодня вы сидите не в Уральских горах Пермской области, в местах не столь отдаленных, а вы сейчас сидите в своем шалаше в Иерусалиме. Да, да. Как вы отмечали там, в ГУЛАГе, праздник Суккот? Я освободился на Пурим в 1981 году, так что уже Суккот в 1981 году я не встречал, а вот в 1980-м, да, получилось. Значит, получилось и так. Я до этого был во Владимирской крытой тюрьме, так называемый Владимирский Централ, но меня посадили туда на три года за соблюдение в субботу. Вот, и потом, когда я вернули меня из Владимира в Пермь, это 36-я зона, лагерь для особо опасных государственных преступников. А лагерь, он был построен на болоте. Почему на болоте? Чтобы водкопы не рыли. Потому что сам лагерь был в лесу, далеко от жилых мест, и, в общем-то, можно было убежать. Вот, ребята рассказывали, что они стали копать, но примерно на глубине метра уже выступает вода, нельзя копать. Это был минус, но, с другой стороны, это был и плюс, потому что, естественно, там много чего росло. Знаете, как не выкорчевываешь эту зелень на лагерном плацу, а все равно она растет, эта зелень. Были там много съедобных вещей, особенно, конечно, крапивы завалом. Мы ели крапиву. А дуванчики, между прочим, очень полезные для еды и другие прочие вещи. Значит, ну, во-первых, был деревянный забор. Примерно высотой, я думаю, 4-5 метров, чтобы никто не видел снаружи, что у нас там происходит. Ну, вообще, вряд ли кто-то приближался снаружи, но на всякий случай. Вот, потом была запретка, которую распахивали, а потом начинался уже, вроде бы, наш лагерь. Но там трава очень сильно росла, и поэтому заключенным запрещено было приближаться к этому месту, потому что понятно, что можно проползти через эту траву и прямо уже впритык к запретке. А иди, знай этого зэка, он чего может придумать. Поэтому нельзя было приближаться к этой траве. И смотрю я, значит, вот примерно в это время пришли зэки. Ну, это, как говорят, лагерные придурки, которым позволяли приближаться к этой запретке. И стали косить. Косили, косили, накосили. Очень много сена. Я думаю, потом эту сену давали коровам, местным ментовским коровам, чтобы они отъедались. А так, пока это стояла такая копна сена. Я смотрю издалека, думаю, слушай, а ведь если я сейчас попаду туда, в эту копну сена, я могу попытаться снять снизу какой-то травяной покров. И если я немного увижу звезды, то я могу сказать браху. Ашерки чану бамецутав лише витивану лише весуха. Значит, я дождался вечера, естественно. Все преступники действуют под прикрытием тьмы. И так, не очень ползком, чтобы не было подозрительно, а бочком-бочком, значит, добрался примерно на расстоянии 10 метров до этого стога. И потом быстренько побежал. Побежал, лег туда, влез в этот стог. Ну, оказалось, действительно, в нем была полость. Но когда накидывают траву, то там есть внутри какая-то полость. Я вот лег под нее и, значит, стал руками сгребать эту траву. Но я не знаю, насколько она прочная. Возможно, этот стог весь на меня сейчас обрушится. И кроме того, как известно, для того, чтобы была эта как бы митсвацука, надо видеть немного звезд. А там травы много. Иди, знаю, вообще я когда-нибудь ее виду. И, знаете, можно вообще весь этот верхний слой снять, тогда вообще не будет митсвацука. И вот я так легонечко сгребаю, лежу там, во-первых, конечно, понимаю, что могут менты нагрянуть, да, и сказать, могут даже открыть огонь свыше, если человек пролез и вдруг скрылся где-то. Ну, так я особенно, знаете, я не струсливая десятка, так поэтому я особенно не боялся, а просто как бы понимал, что это тоже может произойти. Но что не сделаешь ради митсвацука, чтобы один раз в жизни оказаться в суке. И вдруг, значит, я сгребал, сгребал, смотрю, точно звезды появились. И темная ночь. Я был так рад. И сразу я сказал, хотя, как мы знаем, надо было еще что-то съесть, но есть там у меня под рукой ничего не было. Я думаю, что Кадош Баруха Ашем принял эту мою браху. Полежал, просто наслаждался. Представляете, какая прелесть лежать в стогу сена, вздыхать запах свежего сена и выполнять еще митсву. Смотреть на звездное небо. И, как известно по закону, не должно быть слишком открыто. Ну, так немножко было видно. Немножко звезд, немножко неба, немножко луны. Вот такое было чудо в моей жизни. И потом я легонечко выполз оттуда, чтобы этот стог на меня не упал. И снова бочком-бочком побежал назад. И так это в моей памяти осталось. По-настоящему, честно говоря, до этого, ну, я жил в Риге, но уже начал как бы приближаться к Таре. Но там, знаете, в этот год, когда я уже решил соблюдать митсвот, выпал снег. И вся сука была завалена снегом. Поэтому никак мне не удалось. Первый раз в жизни я выполнил заповедь сидеть в суке в Чусовском районе Пермского области. И поэтому это место останется всегда в памяти. Йосиф, вы знаете, когда я слышу этот рассказ, он мне почему-то напоминает рассказ евреев, которые выполняли заповеди в Освенциме, в Бухенвальде, в лагерях смерти. И в частности, когда их спрашивали, почему, то они говорили, потому что фашисты хотели поставить нас в нечеловеческие условия. И мы хотели быть людьми, евреями, даже в этих нечеловеческих условиях. Если бы вас увидели охранники, что вы туда бачком-бачком в запретной зоне, что они могли сделать? Стреляли бы просто по стогу. Вы это понимали? Я понимал. Но вы знаете что? Это великое счастье исполнить заповедь. Ведь иногда у человека есть один раз в жизни момент, когда он может выполнить одну заповедь. И это больше всех счастья и удовольствий, которые ты имеешь в жизни. Кстати сказать, кроме этого у меня особой опасности не было. Находиться в советском лагере это не так страшно. Люди привыкают ко всему. А вот как бы всегда мной двигало, если есть возможность выполнить митву, надо ее выполнить. Хотя чисто формально, чисто формально. Конечно, мудрецы говорят, что вот сказано в Торе, это заповеди Тории, живите по ним, живите, а не умирайте. И у нас есть, конечно, три исключения, когда евреи просят или требуют от него предать свое еврейство и любить другого человека. Но в тот же самый момент мы знаем, что рабе Акива продолжал учить Тору даже под страхом смерти. Он говорил, это похоже на лисицу, который говорит с рыбой. Рыбка, рыбка, выйди на берег без Торы, без воды, без жизненных сил. Он говорил, если мы с водой не можем, как же мы на берегу без воды? Вы знаете, Гуш-Катиев выгоняли людей, до этого был геомид. И вот тогда устроили поселенцы, устроили Песах прямо в Синайской пустыне. Представляете, прелесть, как точно, как будто бы вышли из Египта. И вот, значит, я сижу за столом, но я как бы был нелегальный поселенец, поэтому еды у меня с собой на Песах было мало, а рядом сидел какой-то старичок, и у него все это было. И так мы разговорились, и он мне рассказал свою историю. Это известный раб Муше Сегель. Чем он известен? Особенно тем, что англичане запрещали трубить в Шафар на Рошашана, у Котеля. Вот, арабам это не нравилось, когда еще мы были в английской колонии. Так вот, он всегда ухитрялся пробраться туда и трубить в Шафар. За это сидел, естественно, в тюрьме, а до этого он был в Москве. Вот. И в Москве он учился в Яшиве, в том Хайтмиме, а потом пришла советская власть, и они все ушли в подполье, и понимали, все преподавали Тару в подполье, и он понимал, как он мне рассказывал, что придет момент, когда его тоже заберут. И вот действительно он получает повестку в НКВД, или тогда это было ГПУ, вот это я не уловил, может быть, это было ГПУ. Значит, все, он собрал свою допровскую корзинку, вы знаете, что такое допровская корзинка? Дом предварительного заключения. Ну, там немножко мыла, полотенце, то да сё. И пришел в ГПУ, там, где его вызывали, пошел в кабинет, он не верит своим глазам. Его Хевруса сидит, следователь этого ГПУ, это его Хевруса. И он ему говорит, «Наидыш, мойше зайниш кайна, мойше не будь глупцом, он говорит, они все про тебя знают. Я, говорит, тебя пригласил сюда, чтобы предупредить. Я могу тебя спасти. Переходи к нам в ГПУ, я тебе нашел теплое место, здесь ты выживешь». И тогда Равмоши Сегель рассказал этому своему Хеврусе эту историю, которую рассказал Раби Акива, когда он был в тюрьме, был такой вор, с которым он сидел, Папус. И этот Папус говорит, Акива Акива говорит, «Ты же умный человек, говорит, ну что ты не понимаешь, что тебя позадили в тюрьму, что ты изучаешь Тару?» Говорит, «Оставь это, иди к нам, к ворам, и там ты прокантуешься, пока эта римская власть не упадет». Ему на это ответил как раз Равакива, рассказал ему эту притчу с лисицами. Он говорит, «Пришли рыбаки, бросили небо, скажем, в такое озеро или в реку, вот бедные рыбки мечутся туда и сюда, попадают в небо, вышла лисица на берег и говорит, глупая лисица, как вы не понимаете, вас же всех сейчас переловят». Он говорит, «Давай переходи к нам в лес, там в лесу мы переживем». И на это ему рыбки отвечали, «Ты знаешь, глупая лисица, если нам в воде нету жизни, а у нас единственное место, где мы можем жить, это в воде, то тем более в лесу». И так они остались. Произошло с Аллаом Мошесеягелем, он, естественно, не принял предложение этого своего хевруса из НКВД, вернулся обратно, но тот, надо сказать, к его чести не арестовал его. Потом, как вы знаете, снова чистка, и полетела голова этого хеврусы. Аллаом Мошесеягелем, отважный человек, перешел границу, тогда была граница с Польшей, его там польские жандармы побили, а раб Кук переслал ему сертификат, и он где-то в 1932 году приехал в Эрот-Исраиль, у него появилась большая семья, один из его детей, это известный раб Ицкак Гинзбург из Хабада, у него, у Рава, там 18 внуков, только у одного ребенка, а так у него десятки внуков. Представьте себе, этот еврей бедный, хеврута, был умен своим маленьким умом. Вот он посидит там в ГПУ или в НКВД на теплом месте и он сохранится. А оказывается, есть ум гораздо больший. Быть там, где ты должен быть, и там у тебя гораздо больше шансов выжить, и не только выжить, а жить и расцветать, вопреки всякой логике. Итак, возвращаясь к вашей суке, к вашему шалашу в тот момент, что вы тогда думали как заключенный советского по сути концлагеря? И вот вы исполняете заповедь. Что вы думали о своем будущем? Я думал так, в следующий раз я возьму еще какого-нибудь своего еврейского ученика и вот тоже научу, как надо делать эту митцву. А если будут идти дальше, мы постараемся научить всех евреев в лагере исполнять митцву этой сути. А если меня освободят лет через 15, то я попаду куда-нибудь в другой город и стану евреев учить выполнять заповедь сути, потому что я уже научился и знаю, как это надо делать. Я хочу вам выразить свою личную огромную благодарность, потому что когда я приехал в Израиль, как я уже вам сказал, в 81-м году, и я искал место, в котором я мог бы продолжить изучать Тору, которое начал только учить тогда в Москве, то я пришел в Ешиву Швутами и познакомился с Шимоном Гриллиусом, который вместе с Равом Кугелем открыл эту первую Ешиву для русскоязычных евреев, в которую я попал. И он мне сказал, я ученик Иосифа Менделевича, который продолжает сидеть в тюрьме. Как вы с ним познакомились? Судили нас за угон самолета и потом присудили сперва к 15, а потом скостили до 12 лет усиленного режима в этом привезли в лагерь. Правда, вначале мы были в мордовских лагерях. И вот я еду, везут меня в этом Столыпинском вагоне из Питера в Мордовию. Ну, я думаю, вот я приезжаю в этот лагерь. Как я смогу там выполнять митцвод? Это же огромное количество заключенных. Как я могу устроиться? Приводят меня туда, выводят меня на двор и лагеря. Ну, там масса заключенных туда все ходит. И вдруг ко мне подходит парнишка такой рыженький и говорит мне Хавер Машлам Ха. А я понял, он еврей. Но, оказывается, это все, что он знал. Это вот это был Шимон Грилюс. Акадош Баруху, Ашем, Бог Израиля, поставил меня ученика Ашема Грилюса. Но они из рязанской группы. Если вы знаете, это в 1969 году арестовали учеников профессора Эйдельштейна, нашего Юлика Эйдельштейна, министра нынешнего здравоохранения, а папа его был профессором в Рязанском университете. И прежде чем он там стал батюшкой, то он насел, естественно, смуту в головах своих студентов. И они, там Равин, другой Равинари, Вудка, который живет сейчас в Молоте, написал книгу «Закон капитала». За это их повязали. Вудка получил 7 лет, Шимон получил 5 лет, ну там еще пару ребят, все хорошие ребята. Брат Вудки получил, 3 года был малолетка. И вот, говорит мне Шимон, перед тем, как, значит, вот вывезли из зала сюда, и еще Ария успел сказать, ребята, кончаем с этими глупостями, закатом капитала, теперь мы должны быть ордотоксальными евреями. И вот он говорит, я попал сюда, на эту зону, и я точно должен быть ордотоксальными евреями, но я не знаю, как это делать. Я, говорит, когда я узнал, что захватили воздушных пиратов в Ленинграде, евреев, которые хотели разломать железный занавес, чтобы началась массовая алия, я молился Богу и сказал «Кадошбуруху, пошли мне кого-нибудь, кто мне может научить быть ордотоксальными евреями?» И надо сказать, что у Шимона, наверное, было очень много заслуг перед Богом, потому что я был единственный вариант, все остальные, к сожалению, не могли его научить, и точно я попал к нему. Звали его Семен. Ну, понятно, я бы сразу сделал Шимона, и он мне говорит, вот давай научи меня, значит, как надо быть настоящим евреем. Я говорю, Шимон, ну, сейчас скоро надо идти спать, завтра выгонят, я знаю, на промзону, а Шимон из Вильнюса, вот это, у него литвацкая косточка осталась, он говорит, ты что, говорит, ты не понимаешь, я говорю, я два года сижу здесь и ненавижу себя за то, что я живу как не еврей, и ты мне говоришь, еще одну ночь я должен прожить как не еврей, я требую от тебя, чтобы ты мне сразу научил, как я должен вести себя как еврей. Сколько было ему лет? 25. А вам? А мне 23. Два молодых человека, два советских евреев, попавшие на долгие сроки в места не столь отдаленные, в лагерь ГУЛАГа, нашли друг друга и начали друг друга поддерживать, и начали его учить. И первое, о чем мы хотим говорить, это что мы должны здесь делать как евреи. Обычно о чем говорят? Как там шустрить, примочки, то да сё, уклоняться, где можно что-то достать, раскрутиться, и всё. Евреи говорят только об одном. Как здесь можно выполнять лицпо? И что надо делать? И что из этого разговора произошло? Мало того, что вы сделали шалаш, в конце концов, и мало того, что он освободился и стал рабином, он сейчас известный рабин, и он рассказал в частности вашему отцу о том, что он вас видел, благословенной памяти отцу, которому не удалось вас увидеть, да? И потом он приехал в Израиль, и он открыл Ешиву Шуотоми, которой учились и учатся по сегодняшний день сотни молодых людей, которые приезжают из России. То есть, на самом деле, вы героическим образом не только соблюдали эту заповедь, но вы не сломились как человек и как еврей, и потому сумели научить ученика поднять, так сказать, лидера в невыносимых невероятных условиях советского ГУЛАГа. Давайте договоримся, раб Ария, договоримся об одном. Это просто, ну, как сказал Рав Моша Сегель, без этого нету жизни. Ну, кто бы я был, если бы у меня не было бы моего ученика Эхиву, то моя бы жизнь не имела смысла. Это было такое счастье. В нашей с вами программе, которую слышат сегодня, сейчас тысячи русскоязычных евреев Америки, вы открываете для них новое представление понимания слова жизнь. Согласны? Безусловно. И когда мы хотим и просим и молимся, чтобы мы были записаны в книгу жизни, речь не идет о том, чтобы просто физически существовать, а речь идет о том, чтобы вдохновенно жить, исполняя свое предназначение. А жить и исполнять свое призначение для еврея, это быть евреем. Это, знаете, как твое ДНА, оно тебе предписывает. Если ты делаешь что-то по-другому, тебе плохо, у тебя депрессия, у тебя упадок настроения, потерял смысл в жизни, наркотики, вино, все, ничего не помогает. Что делать? Очень просто. Живи, как тебе предписывает твоя природа. Будь евреем. И при этом каждый все-таки строит свой шалаш, свою сукку, находит свое место, свое предназначение, но когда он его исполняет, его охватывает радость. И поэтому мы не просто с вами встречаемся в это время, мы встречаемся во время праздника суккот, который называется временем нашей радости, который перерастает в праздник симхас Тору, радости нашей Торы. Потому что нет радости вне нашего духовного наследия Торы. Рабва Ария Кацин, я вас благодарю за эту передачу, за эту возможность говорить с вашими слушателями. Я знаю, как много вы делаете для своих слушателей, сколько много у вас учеников. Я желаю вам, чтобы они зажигались этой простой верой. Вы знаете, я не фанатик. Я вообще по образованию правда не докончил, но я инженер по компьютерам, как вы, по радиосвязи. Поэтому я не какой-то там фанатик, мистик. Я обычный российский гражданин. Поэтому я хочу сказать, это так возможно, это так просто, это реально, это ничего не надумано. Я нашел это для себя. И поэтому говорю, все очень просто. Ребята, радость жизни рядом с вами. Протяните руку, и вы ее получите.